Вот уже на протяжении нескольких лет, подъезжая к участку дороги Белокаменного шоссе, где находятся два подряд железнодорожных переезда, водители снижают скорость своих автомобилей до максимально низкой и демонстрируют свое умение фигурной езды. Ведь иначе здесь проехать практически невозможно. Капитального ремонта эта дорога не видела уже много лет. А учитывая, что это въезд в город и потокопроходимость повышенная, износ дороги увеличивается в разы. Плюс к легковому транспорту добавляются большегрузные, которые окончательно добивают проезжую часть. И автолюбители уже устали надеяться на какие-либо улучшения. Тут нечего сказать. Она все время в таком состоянии. Символично видеть здесь множество шиномонтажей. Как будто насмешка. Попал в яму, катит свой автомобиль в руки мастеров. А помимо дыр, затруднения в движении и пробке создают еще и недействующий железнодорожный переезд. Всего их здесь два. Один рабочий, а вот второй заканчивается четко перед началом тротуара. Кстати о тротуаре. Вместо бордюра дорогу и тротуар здесь разделяют. Окаменевшая глыба снега. Из-за отсутствия на данном участке бордюра вся грязь стекается прямо на тротуар. И людям ходить просто невозможно. А учитывая, что на календаре весна, женщины начинают одевать обувь на каблуке. И преодолевая эту грязь, можно попросту сломать ноги. За каких-то полчаса нашего пребывания на Белокаменном шоссе мы собрали множество комментариев возмущенных водителей. Всем хотелось высказать свое мнение относительно беспредела, творящегося с дорожным полотном на данном участке дороги. Дорога очень плохая, требует ремонта. Ездим на иномарках, разбиваем машины. Никто не компенсирует ущерб. Вот и все, страховая компания за это не платит. Дорога очень плохая, очень. Ехать невозможно, отвратительная. Первая передача, 20 километров в час максимально. Ну так, ну в 21 веке ездить невозможно. А куда смотрят администрации города, не знаю, плохая дорога. Вообще невозможно ездить, да. И мы тоже задались вопросом, почему до сих пор дорога на этом участке остается в таком состоянии. Ответ мы получили от директора Видновского дорожного ремонтно-строительного управления Дмитрия Крахалева. Как оказалось, все дело в том, что в начале этого года был проведен аукцион по ямочному ремонту дороги. И они его проиграли. А победила сторонняя коммерческая организация. И теперь выполняет все работы по ремонту дорожного полотна. Или точнее сказать, забрасывает асфальт в ямы. Здесь с этим появляется много вопросов к новой обслуживающей компании. А Белокаменное шоссе в скором времени можно будет переименовать в ямочно-асфальтовое шоссе. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.